Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня, популярный блогер, в России внесен в реестр иностранных агентов, объявлен в федеральный розыск, это Камикадзе Дмитрий, я рад вас приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Начну я с информации такого характера, Ростех запретил всем своим сотрудникам, включая организации, входящие в госкорпорацию, пользоваться айфоном в служебных целях, сообщила РИА Новости Российская. Я думаю, может, это не стоит ограничиваться, почему только айфоны? Может, всей продукции проклятого запада отказаться от всех микросхем и чипов, интеловских, инвидиевских, почему только айфоны? Они как в групповом танце. То Чемезов сказал, давайте отказываться от Ростехов, а потом Володин появляется в Госдуме и говорит, давайте отказываться от иномарок и пересаживаться на АвтоВАЗ. Правда, АвтоВАЗ – это просто китайские машины с шильдиками русскими. Я думаю, что они опять завели эту старую песню про то, что надо на отечественное проходить, переходить. А у меня перед глазами все равно этот ролик еще старенький, где Чемезов презентует Медведеву какой-то отечественный смартфон, который в итоге не отечественным оказался. Медведев его крутит в руках, а это прототип, то есть просто какой-то кусок говна. В принципе, с тех времен, а это еще Медведев был президентом тогда, ничего не поменялось. Громкие слова о том, что мы можем импорта заместить, что мы можем отказаться от продукции Запада, означает лишь то, что чем громче кричат этот бред, тем меньше способностей. Но когда они по параллельному импорту завозят к себе комплектующие для ракет, какие разговоры об импортозамещении могут быть? То, что спецслужбы США имеют неограниченный доступ к информации военной разведки России и вообще Минобороны, мы убедились после этих сливов. Я напомню, что там какой-то технический специалист якобы что-то опубликовал в игровых чатах, чтобы впечатлить друзей. Мне кажется, что это была тщательно спланированная операция именно от ЦРУ, такой сознательный вброс, чтобы показать, что у них есть доступ к переговорам и планам российских военных, российских разведчиков, потому что там это все сквозит. Ну, то есть осознанно слили информацию, чтобы показать, что они располагают этой информацией. Я уж не силен в контрразведке, не заканчивал никаких вузов и книжек не читал, но по компьютерным играм могу только представить и по книгам, как это осуществляется. Так что разговоры про отказ от айфонов, естественно, это не то, что даже не сбудется, это даже не поможет защитить конфиденциальность данных. Потому что в России, я напомню, что диагнозы пациентов, что их истории болезней просто лежат в общем доступе, постоянно взламываются госуслуги, постоянно утечки от Яндекса, от почты России. Так что эффективнее всего утечка данных осуществляется именно самой России, никакими не айфонами, не ЦРУ, сами справляются прекрасно. Традиционно на початку я хочу подякувать Силам обороны Украины за то, что у меня есть возможность записывать это интервью. Дякую каждому. В комментариях прошу писать наших зрителей, где вы нас смотрите, это важно. И не забудьте, пожалуйста, нажать кнопку лайк, кнопку нравится, для того, чтобы Ютуб рекомендовал к просмотру и другим пользователям тоже. Дмитрий, вы когда сказали про Медведева и сказали, когда он еще был президентом, а я думаю, вы скажете, когда он еще был нормальным, ну или, по крайней мере, казался таким или пытался казаться таким, тоже с планшетом, с айфоном, айпадом, с Шварценеггером. Со Стивом Джобсом стоял рядышком. Да-да-да, такой весь либеральный, демократический, прямо к западу его можно было прикладывать. Что случилось с Дмитрием Анатольевичем? Денег нет, но вы держитесь. Я думаю, что срок годности истек. Ну, есть же какие-то изделия резиновые, которые не стоит применять, это небезопасно после истечения срока годности. Вот и здесь то же самое, его чем-то побрызгали, намазали, чтобы он выглядел свеженьким, а он очень хотел бухать все это время. Ну, потому что сейчас понятно, что запойный алкоголик ушел в отрыв, ему дали телеграм-канал, и он там просто царствует, императорствует даже. А вам не кажется, Дмитрий, что он выполняет такую некую функцию заменителя Жириновского, который раньше то, что не мог царь сказать своими устами, преподносил в роли такой шутовской формы, потом Жириновского не стало. И Дмитрий Анатольевич со своим телеграм-каналом вполне даже справляется с этой функцией. В том числе. Но я все-таки всегда указываю, что здесь функция помимо шутовства еще и очеловечивания Путина. Сейчас объясню, как это происходит. Путин в медийном пространстве, русском, разумеется, не в западном, не в цивилизованном, а в русском, он эдакий мудрый патриарх, который сдержан, который ничего себе лишнего не позволяет, как бы ему не хотелось, только какие-то реплики. А вот Медведев, Соловьев, еще какая-нибудь Скобеева, на прочих ток-шоу они просто льют яд откровенный. То есть пока Путин делает это, выставляя вперед Пригожина, дескать, вот бесчеловечное что-то, да, Пригожин. Хотя Путин, Пригожин, Соловьев, Медведев, это все одно и то же. И не важно совершенно, что они говорят. Сейчас важно только то, что происходит на поле боя и то, как в СУ продвигаются, и что за собой оставляют, я имею в виду огромное количество мин, русская армия. Только это играет роль. Они пытаются создавать информационные пугалки, на фоне которых Путин выглядит сдержанным и уравновешенным. Естественно, это все ложь, и манипуляции ни в коем случае нельзя вестись. И Медведев хорош просто для того, чтобы посмеяться, может быть, за утренним кофе, если у кого-то есть настроение и желание в Украине смеяться. Упомянули вы Пригожина, ведь интересно, да, на ваш взгляд, история с Вагнером закончена. Вот сегодня отчитались, что приняли на учет российская армия все вооружение и технику, которая была, значит, учебыка Вагнера. Плюс эта история с тайной вечерей, практически тайной встречи 29-го числа, там, где Песков рассказал, что все-таки встреча была, там, где Пригожин и 35 богатырей с ним приходили в Кремль. Для чего, во-первых, на ваш взгляд, была опубликована эта информация? Ведь она была тайной, встреча была 29-го, там, уже сколько времени прошло. Ну, написала французская газета, что якобы была встреча. Ну, мало ли, что западная пресса все, Лепестков комментирует из того, что пишет западная пресса. Для чего это нужно было, значит, придавать огласки? И какова дальнейшая судьба Пригожина, на ваш взгляд? Ситуация с мятежом, в кавычках, это типичный пранк, который вышел из-под контроля. Путин увидел, как в западных СМИ и западные спецслужбы, в том числе, просто наперебой кричат о том, что Путин утратил контроль над силовиками в России, позволяет просто маршем военным идти до Москвы. Да, действительно, если скинуть все эти спектакли и шоры, просто перед глазами идет военная колонна, захватываются администрации городов. Это я постоянно повторяю, что то был спектакль, потому что Пригожину вернули деньги, на Пригожину закрыли уголовное дело, он прекрасно себя чувствует. Этим Вагнерам дали базы создать на территории Беларуси, ему дали уехать в Беларусь, хотя у Беларуси с Россией одна и та же база данных КГБ, ФСБ. Здесь дело именно в том, чтобы показать, что Путин все держит под контролем. Не удивлюсь, что это французское издание было подкуплено. То есть показать, что Путин встречается с Пригожиным, а это что означает? Что Путин ему пальчиком грозит. Ну, правда, за вооруженный мятеж, естественно, не пальчиком надо грозить, а серьезное уголовное дело заводить, доводить до конца, но оно, напомню, было закрыто. Все это было организовано Пригожиным, чтобы выявить настоящих врагов Путина, настоящее подполье партизанское, о чем Пригожин сам потом и сказал в аудиосообщении. Но Путина дико взбесило, какую популярность получил Пригожин у русских в это время. Потому что русские очень любят силу, любят, когда с сапогом стучат по башке, и Пригожин сапогом по башке стучит куда увереннее, чем Путин. И вот они это сразу почувствовали, сразу прильнули к сапогу, начали целовать. А Путину такое не нужно. Путин даже когда Норд-Ост от террористов освобождали, не подпускал ни Немцова, ни Лужкова, он не хотел, чтобы кто-то там получал рейтинг. А тут ближайший друг вот так вот подвел тебя. И, может быть, Пригожин сам и не хотел так подводить. Он не рассчитывал на то, что сейчас получит огромный кредит доверия и поддержки. Мне это страшно говорить. Даже какие-то украинцы оказывали информационную поддержку Пригожину. Говорили, что вот, молодец, давай, там, эти картинки, где на акуле, которая русского туриста съела военная кепка, и Пригожину вручают. Я просто в шоке за всем этим наблюдал, серьезно. Вчера Чивака-Вагнер убивали героев Украины, а сегодня вы им кепку. Хорошо, неважно. По поводу, что будет дальше с Чивака-Вагнер, ну, у Пригожина все те же ресурсы в странах Африки. Он все так же имеет доступ к золоту, к драгоценным камням. Я напоминаю, что у Пригожина своя маленькая империя. И лучших бойцов он, разумеется, приберег. Он кидал в Украину только зэков. Естественно, убийц. Естественно, у них нет отторжения о переведе крови, как у каких-то срочников, контрактников русской армии, которые просто террористы, пушечное мясо. Так что с Чивака-Вагнер все будет в порядке. Она полезна и нужна Путину. Я уж не знаю, на какие комбинации, но посмотрим. Плюс я уверен, что сейчас никакой разницы между армией России и Чивака-Вагнер нет. Если она и была какой-то месяц назад, то после того, как переданы все мощности, не стоят здесь уже точно разные цвета. Это все красно-коричневый цвет. Все одного толка. Дмитрий, я вас уверяю, к Пригожину в Украине нет позитивного отношения. Это скорее было отношение наблюдателя со стороны с настроением «сожрите друг друга». Хорошо. Жаба с гадюкой. Да, естественно. Поэтому все помнят, что он такой же международный преступник, такой же военный преступник, кувалда. Все это... Такой же герой России. Напомню, что Пригожин герой России. Его, кстати, не лишили звания Героя России за этот вооруженный мятеж. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»